Всем привет! Давно я не выходила к вам с процедурой, хотя на самом деле процедуры делали очень интенсивно. У нас была подготовка к ретинизации, и ту процедуру, которую я вам сегодня хочу показать, я увидела уже достаточно давно у своих коллег. Она на меня произвела неизгладимое впечатление, и вот добрались руки показать ее для вас. Сейчас как раз осенью, сентябрь, октябрь самое время делать такие процедуры. И, конечно, речь идет о пилинге, но не о просто пилинге, а о пилинге-скатке. Что нужно нам для этой процедуры? Совсем небольшое количество средств. А именно, это два средства из натуральной линейки Морики и Нейчерли. Это очищающие средства Морики и Нейчерли и пудра Эксфолиант. Вы видели уже, я рассказывала про эту линейку, это абсолютно натуральная линейка, которая состоит из натуральных ингредиентов, которая прошла самые такие серьезные исследования и получила сертификат, который, в принципе, получает не такое большое количество средств, который говорит о том, что здесь абсолютно натуральный состав. Мы уже год пользуемся этой линейкой и получаем потрясающие результаты. Ну, еще, конечно, перед тем, как использовать, как делать любую процедуру, мы подготавливаем кожу лица, то есть очистили кожу своим ежедневным очищением, и, что очень важно, перед этой процедурой кожа должна быть сухая. Смотрите, что я делаю? Я беру сначала очищение из натуральной линейки, достаточно много, оно такое в виде молочка, видите, кремообразное. И вообще, эта линейка потрясающая, она меня просто погружает в детство. У нее такой приятный аромат, расслабляющий, успокаивающий, гармонизирующий молочко с васильковой водой, в то же время дает очень хорошее очищение. Молочко подходит для всех типов кожи, а особенно для очень тонкой кожи, сухой кожи, кожи обезвоженной, кожи, может быть, с какими-то ранками. Подходит это молочко. Мы берем это молочко на ладошечку и берем пудру, и делаем на ладошечке такую кашицу. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Самое главное, что количество мы берем побольше. Если на лицо и шею декольты, то еще чуть-чуть побольше. Так, прямо обильненько, обильненько пудры Эксфолианта. И теперь смешиваю это с молочком. А пока смешиваю, чуть-чуть, пару слов расскажу вам про пудру Эксфолиант. Это натуральный абсолютно пилинг. В составе там содержится лимонная кислота, которая очень хорошо, да, отбеливает нашу кожу. В составе содержатся частички, это гранула воска. В составе содержится рисовый крахмал, который очень успокаивает кожу. Смотрите, я вот сделала такую кашицу и наношу его на все личико. То есть пудра Эксфолиант, это такой, можно сказать, и химический пилинг за счет соды, да. Вот сейчас как раз она будет работать, когда мы нанесли эту кашицу. И такой механический пилинг за счет вот этого гидролизированных частичков воска, которые делают такую шлифовку, очень хорошую. Оставляю буквально на несколько минут на лице, а пока скажу противопоказания. Кому нельзя, так как здесь все-таки есть частички, так как это механический пилинг, да, хоть он и очень мягкий, очень комфортный, но нельзя делать тем, у кого есть на коже, на лице, да, какие-то, может быть, ранки, царапины, герпес, а может быть, есть высыпание, которое мы ни в коем случае, да, не трогаем, иначе это приведет еще к сильнейшему, да, раздражению и нехорошему результату. Поэтому вот эта процедура запрещена только вот этим. Либо мы обходим эти участки, когда делаем, если, может быть, небольшой участок, да, поврежден, тогда можно обойти эти участки. Смотрите, немножечко уже на лице у меня средство поработало, немножечко даже впиталось, и теперь я начинаю скатывать мертвые клеточки кожи, потому что пилинг это что такое? Это у нас отшлифовка, да, мертвых клеточек, где клеточки тоже поработали, они нам не нужны. Что важно, девчата, еще раз скажу, что мы делаем это на сухую кожу. У нас сейчас начнется, начнется, уже начинает осыпаться сухая кожа, она прям как, знаете, в колбаске такие скручивается. И это хотя, несмотря на то, что я очищаю, ухаживаю со своей кожей ежедневно, вот, можно делать с любого возраста, даже для подростков, с 14-летним можно совершенно спокойно делать, можно и мужчинам, и женщинам можно делать эту процедуру. Смотрите, личико краснеет, хотя у меня кожа такая плотненькая, жирненькая, но личико краснеет. Почему? Видите, скатывается как. Все, потому что мы делаем механические движения, да, кровь начинает циркулировать очень хорошо. Ну, и шеи дукольты тоже можно захватить. Вообще, кстати, вот натуральная линейка, и этот, и пудра, и вот этот вид пилинга скатки, все, посыпалось. Сухая кожа, мертвые клеточки не нужны, посыпались. Представляете, сколько на лице вот это создает тусклость на нашем лице. Все, убираем, убираем, убираем. Особенно ты уже, он все сыпется колбасками в раквину. Грязные колбаски. Так, сейчас я вам покажу, что же у меня насыпалось. Картина не очень приятная, но чтобы быть достоверным. Представляете, это вот на моей очищенной коже. Это я еще не сильно поработала шею декольте, поэтому душу шею декольтой поработаю. Так, все. Видите, все скаталось, все убралось. Теперь я это все смываю с личикой тепленькой водичкой. Я только смыла пилинг, ничего не нанесла. Да, кожица уже мягкая, такая бархатистая, такая нежная, нигде ничего не стягивает. Ну, немножечко прокраснела от механических движений. Все-таки после пилинга я вам рекомендую использовать тоник. Да, в нашем случае я использую тоник с солей и гиалуроновой кислоты, потому что, чтобы нигде никакие частички не остались, он завершает процесс очищения кожи. И теперь можно нанести, хотя еще раз повторю, что кожица очень комфортна, можно нанести ваш увлажняющий кремчик, можно нанести маслице из натуральной линейки, а можно после этой процедуры сделать такую процедуру промасливания кожи. Ее я покажу вам в следующем ролике. Попробуйте. Процедура такая, как пилинг-скатка, очень классная. Мне понравилась, я думаю, и вам тоже понравится.